У русских есть одна очень плохая и вредная привычка, а именно присваивать себе то, что им совсем не принадлежит и никогда не принадлежало. Один борщ чего только стоит, который вдруг почему-то стал исконно русским блюдом. А Крым? Все же помнят о событиях 2014-го, про родную гавань, Крым наш и многое другое. Так вот, оказывается, эти крики и претензии касаются и всего юга Украины. Недавние возгласы русских про мощи Потемкина в Херсоне и их наглое воровство по личному приказу некрофила Путина, разговоры про Суворова и Екатерину, про великую русскую историю этих городов, про их основания именно русскими, но так ли все на самом деле? Скажу сразу, нет, не так. И дабы это наглядно показать, предлагаю отправиться в относительно небольшое историческое путешествие. Рассмотрим вкратце интереснейшую историю каждого южноукраинского города отдельно. И даже посетим всем известный Севастополь, покажем, что город так называемой русской славы всего лишь надутая пропагандистская выдумка. И для начала отправимся в легендарный Мариуполь, который русские просто стерли с лица земли, говоря о том, что это русский город, и самое главное, что он является коридором в Крым. Но дело в том, что город этот имел славную историю и до первого пришествия освободителей. В 16 веке он был казацкой крепостью. Гордо носил название Кальмиус, являясь центром кальмиусской паланки войска Запорожского. При этом она была наибольшей из паланок по размеру территории и наименьшая из паланок по количеству жителей. Данная паланка занимала территорию от реки Волчья до берега Азовского моря, от Кривой Косы до Бердянской. Войско паланки состояло из 600-700 казаков, которые охраняли при Азовье от частых гостей, а именно от Крымского ханства или же Ногайской Орды. Так о какой же русской истории тут идет речь? Русские просто, как и всегда, пришли, захватили и переписали историю. И такие же дела обстоят абсолютно со всеми городами, о которых мы сегодня говорим. Дальше отправимся в не менее героический Херсон, который сейчас показывает свое презрительное отношение к России, отделяя себя от истории захватчиков. Все не менее интересно, чем в случае с Мариуполем. Херсон был крепостью запорожских казаков, которая называлась Александров-Шанец в 1730-х годах и являлась центром Ингульской паланки. Это уже потом начались упоминания про Екатерину II и про князя Потемкина. История, которая аукается Украине до сих пор. Все, что было до них, русские стерли, будто ластиком. В их понимании, все, что было до Екатерины, это так, пустота. Но современный Херсон показывает всем, и в первую очередь русским, свои настоящие корни. Екатеринослав, современный Днепр, также имеет увлекательную, интересную историю. В 1635 году это польская крепость Кадак, позднее Казацкая крепость. Целью крепости Кадак во времена польского контроля было перекрытие выхода к Черному морю и воспрепятствование бегству крестьян в Запорожье. В другом источнике цель постройки крепости – очистка от запорожцев Днепровских островов. На строительство крепости Сейм выделил 100 тысяч злотых. Гарнизон составлял 200 немецких наемников-драгунов во главе с французским офицером Жаном Марионом. Находившийся здесь начальником гарнизона Марион не пропускал запорожских казаков на юг, запрещал им проходить мимо крепости, ловить рыбу в Днепре и вообще всячески их притеснял, пока казакам это все не надоело. В августе 1635 года казаки напали на крепость и разрушили ее, уничтожив при этом практически весь гарнизон. В живых остались только 15 драгун, которые были в разведке, а вот Мариону повезло куда меньше. Он был казнен. В 1639 году крепость была восстановлена и существенно увеличилась в размерах. Также был увеличен и гарнизон. Его численность составила 600 наемников. Огневая мощь была увеличена благодаря размещению там артиллерии. Но и это не помогло. А все дело в том, что в сентябре 1648 года на захват крепости было отправлено три казацких полка. И уже 1 октября 1648 года крепость Кадак сдалась без боя. Как итог, Кадак был объявлен Богданом Хмельницким сборным местом войска Запорожского. Крепостные орудия были сняты, а сама крепость утратила свое значение до 1654 года. Все это еще раз доказывает силу украинского оружия, а самое главное силу украинского духа. И после такого славного пути возникает весьма закономерный вопрос. Собственно, а при чем здесь вообще Россия? Теперь предлагаю переместиться поближе к морю, а именно в Одессу. Да, именно ее русские с гордостью называют Одесса-мама, пытаясь налепить на нее бандитский шлейф, романтизируя ее в криминальном ключе. Это то место, где есть юмор и открытость, где прекрасно понимают, что такое этот самый русский мир. На самом деле Одесса была основана аж в начале 15 века литовскими князьями и была названа Катюбеев. Но еще более город известен под названием Хаджибей, а поляки, например, его упоминали со своей колокольни. В текстовых описаниях карте Польши Вацлава Городецкого, изданной в Базеле в 1558 году в подарок польскому королю Сигизмунду Августу, есть упоминание о Катюбее. Дословно. Катюбей, замок древний, разрушенный, стоит на берегу Овидьевого озера, был известной польской торговой факторией, где соль хранилась морская. В 1578 году посланник Речи Посполитой в крымском ханстве Мартин Броневский видит разваленное Катюбеево городище, как будто обрушившаяся земля, омываемая широким озером, находящимся возле моря и приустье Днестра. Остатки первой крепости находятся на Лонжероне в парке Тараса Шевченко. И снова возникает все тот же вопрос, а при чем таки здесь Россия? Ну скажите. У следующего города в нашем списке также очень интересная и древняя история. Речь идет об Очакове. Его основали еще аж в начале 14 века генуэзские колонисты. Тогда город носил название Лерич. Немного исторической справки и заодно подводка к весьма и весьма интересным и неординарным событиям. Поскольку ситуация в регионе была неспокойна из-за постоянных набегов нагайцев, генуэзцы из Лерича искали защиту у господарей Молдавского княжества, которые обретали все большую силу в Европе. В годы правления Александра Доброго генуэзские сеньоры из крепости Лерич по собственной инициативе стали вассалами молдавского господаря. Между тем разногласия между представителями господствовавших Молдавии династии стали причиной того, что молдавские бояре начали враждебно относиться к генуэзцам из Лерича. Вследствие этих событий в 1455 году молдавские пираты, что я считаю очень выделяющимся фактом, внезапно атаковали и захватили крепость Лерич, которая находилась под руководством братьев Синарега. Генуэзцы, управляющие крепостью, были взяты в плен и отправлены ко двору молдавского воевода Петру Арона. Они обратились к нему с просьбой о защите города. Позднее крепость была усилена, так как ее стратегическое значение выросло после того, как молдавский господарь женился на византийской принцессе Марии, чья семья была в родстве с императорскими династиями Константинополя и Трапезунда. В 1502 году крепость перешла под власть османов и стала очень могущественной. Но это не помешало в 1556 году захватить и разграбить ее. В те времена такие набеги были обычным делом не только у казаков. И это опять же подтверждает то, что украинцы еще с древних времен знают толк в военном деле. И тем более свидетельствует о том, что Россия и в этом случае все переписала на свой лад. А появилась Российская империя в Очакове аж в 1737 году. А кто же основал Мелитополь? Сделали это Крымлы или Крымские татары, как называют их русские. В корне неправильное, придуманное, унизительное название. Татарами московиты называли тех, кто им особенно не нравился. Итак, город был основан в 16 веке и назывался Кызьяр. Обратимся к историям и легендам, которые, как оказалось, со временем нашли свое подтверждение. С давних времен, еще до прихода Крымлы в Крым, в балке Кызьяр, которая тогда была покрыта лесом, обитало племя женщин-амазонок. Да-да, так говорит легенда. Воительницы были храбрые, хорошо стреляли из лука, рубились мечом, ездили верхом и часто в битвах побеждали мужчин соседнего племени. Пленные становились мужчинами амазонок. Их судьба была тяжелым испытанием. Черная работа, частые травмы, а когда пленникам были недовольны, его пускали в расход. Из новорожденных живыми оставляли только девочек. Руководила амазонками, водила их в бой красная воительница. Так было, пока она не попала в плен. Там она влюбилась в княжевича мужского племени, но не захотела повиноваться общей судьбе всех женщин и выходить замуж. Выкупив себя, княгиня вернулась в родное племя, но не смогла преодолеть влюбленность. Тогда она собрала всех соплеменниц и приказала сжечь саму себя на костре. С тех пор появилось название балки Кыз-Яр. Кыз-девушка, Яр-овраг или балка. Легенды об амазонках, живших на мелитопольских территориях, были подтверждены в 1948 году, когда на территории силикатного завода, расположенного как раз в Кызиярской балке, при работах было обнаружено захоронение воительницы. Ее голова была украшена золотой диадемой. На груди, руках и ногах также были драгоценности, а рядом расположены были меч, котел и лошадиное седло, украшенное накладными золотыми бляхами. Это, кстати, еще одна причина, почему русские так сильно ненавидят Крымлы. Они открывали и осваивали то, что русские считают своими исконными территориями. Это мы еще о Бахчисаране вспоминали. Николаев. Один из самых старых городов Украины. Упоминается еще в 1250 году до нашей эры. Давненько, не правда ли? В текстах о нем говорится, как о городе людей кемерийских. Город-порт кемерийцев. Сколько же с этого времени до первого упоминания слова «Россия»? Долго. Ох, как долго. В 1399 году нашей эры литовцами на этой территории была построена Витовская крепость. На первый взгляд кажется странным, как средневековое государство в степи смогло построить сеть фортификационных сооружений за короткое время. Как указывает в своем труде профессор истории Юрий Котляр важную роль в освоении и развитии прибугских земель сыграл великий князь Витовт. Для укрепления границ строились замки и крепости, а для торговли таможни и новые города. Известно, что история Витовки как административной единицы великого княжества литовского обязана таможне, построенной при княжении Витовта. Из этого можно сделать вывод, насколько тогда было развито княжество литовское. Окупированный по состоянию на начало ноября 2022 года Бердянск был основан в 1673 году как форпост Запорожской сечи, запорожскими и азовскими казаками, которые ко всему прочему занимались здесь рыболовством, скотоводством и пчеловодством. Заметьте, Бердянск основан не донскими казаками и тем более не уральскими, а свободолюбивыми и сильными украинцами, которые, как мы знаем, всегда доказывали свою силу делом. Русские сунули нос в Бердянск более чем через 100 лет после запорожцев. Так чей же этот город исторически? Ну, явно не русский. Пришло время заглянуть в Крым, а именно в Севастополь, город так называемой русской славы, который недавно очень пышно отмечал двухсотлетие. Но дело в том, что ему более двух тысяч лет. А куда же делась его история? Ее просто обнулили, забыли. Россия пришла на территории Южной Украины только в 18 веке и, дабы показать свое величие, запретила историю до себя, переименовав города, создав новых героев времени. Не лишне тут вспомнить слова поэта и исследователя Крыма Максимилиана Волошина о влиянии русских на полуостров. Взамен пышных городов из тысячи и одной ночи, кстати, обратите внимание, как пишет Волошин. Взамен. Русские построили несколько убогих уездных городов по российским трафаретам. И частью из потемкинского романтизма, частью для екатерининской рекламы, назвали их псевдоклассическими именами. Севастополь, Симферополь, Евпаторий. Древняя Готия от Балаклавы до Алустона застроилась непристойными императорскими виллами в стиле железнодорожных буфетов и публичных домов, и отелями в стиле императорских дворцов. Этот музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с международными европейскими вертепами на Ривьере, очевидно, так и останется в Крыму единственным монументальным памятником русской эпохи. Что касается Севастополя как города русской славы, то миф этот скрепляет воедино времена Российской империи, Советского Союза, а с недавних пор и Российской Федерации. Почему так важно со всей тщательностью подойти к его развенчанию? Любое поражение всегда вызывает к жизни механизмы компенсации, которые позволяют побежденным легче справиться с полученной психологической травмой. Потеря Севастополя в результате англо-французского штурма в сентябре 1855 года во время Крымской войны не стала исключением. В конечном итоге лучшей терапией стала героизация процесса обороны, вне зависимости от итогового результата. Первооткрывателем этого метода можно считать декабриста и путешественника Михаила Бестужева, 1 января 1856 года написавшего такие строки. Севастополь пал, но с такой славой, что каждый русский, а в особенности моряк, должен гордиться падением, которое стоит блестящих побед. Ну, после этого общим трендом стало связывать в одном предложении слова Севастополь, Слава, Русский и Моряк. В общем, вы поняли, откуда взялась эта так называемая русская слава. Продолжать не имеет смысла. Это все, что нужно знать о русской славе Севастополя. Хотя на эту тему можно было бы сделать отдельный подробный выпуск. Как думаете? Если немного отойти от темы, то в качестве заключения скажу, что история циклична. Сейчас мы видим, что украинская нация не сломалась, убеждаясь в том, насколько сильны и непобедимы гены свободолюбивых и смелых предков. Мы, украинцы, абсолютно уверены в том, что это последняя битва с империей, которая уже давно доказала свою несостоятельность. Империи отбирают чужие земли, стирают их историю. Но они имеют одну очень положительную закономерность – распадаться. А в том, что Украина победит, а Россия распадется, уже нет никакого сомнения. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы!